В Лютеранской протестантской церкви святого Павла, Германия, впервые в истории прошло служение, на котором 98% всего сказанного было сгенерировано нейросетью. Экспериментальное служение ЛПЦ было одним из сотен мероприятий Конвенции протестантов. Теолог Джонас Зиммерлайн использовал чат-бот с искусственным интеллектом как способ провести собрание без вмешательства человека. «Я сказал искусственному интеллекту, мы на церковном съезде и ты пастор». Ответ прозвучал, настало время, как должно проходить церковная служба, рассказывает Джонас. Служение вызвало большой интерес, так что люди ждали в длинных очередях снаружи церкви. Конвенции протестантов проходят раз в два лета и привлекают десятки тысяч верующих помолиться, спеть или обсудить их веру. Марк Янсен, пастор церкви, сказал, «Я был приятно удивлен, как хорошо это работало». Но одной вещи мне, безусловно, не хватало – просто эмоциональность. Мир вам, братья, сёстры, христиане! Заради того, чтобы привлечь христиан в служение, чтобы служение было более разнообразно, более интересно, более привлекательно, прибегает к разным способам. И это очень прискорбно, братья и сёстры, потому что нужно человеку готовиться к встрече с Господом, нужно человеку, христианину, освящаться. И есть над чем работать. Каждому христианину, даже тот, кто имеет уже серьёзные продвижения в вопросе освящения, нужно двигаться дальше. Как сказано, если это у вас есть вера, добродетель, рассудительность, выдержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. В ком нет всего, тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. И таким образом, братья и сёстры, идёт свободный вход в Царство Божье. Вот чем нужно заниматься. Святой досвящается ещё это последнее повеление в Откровении в конце Библии. И каждому человеку, ещё раз говорю, и начинающему христианину, христианину, который уже имеет зрелый возраст, есть над чем работать, чтобы расти духовно, чтобы приближаться к Господу. И таким образом приближаться в тот же образ, от славы в славу. И не нужно придумывать то, что в церквах придумывают разного рода ложные чудеса, разного рода делают собрания, концерты, бегают по сцене с флагами и тому подобное, братья и сёстры. Вот здесь тоже мы видим способ, как бы заинтересовать, сделать собрание более интересным. И вы смотрите, как это сработало. Многие христиане стали в очереди, потому что это необычное служение, не понимая главного. В искусственном интеллекте нет не то, что он говорит, чего не хватало эмоциональности. Той беда, что путает эмоциональность, не раз бывает проповедь, вдохновлённая Духом Святым, она внешне выглядит более эмоционально. Но очень хорошо, когда это не просто эмоциональная проповедь, а она наполнена Духом Святым, она вводима Духом Святым. Искусственный интеллект, он мёртв, в нём нет Духа Святого. Это нельзя Божье дело посвящать искусственному интеллекту, заменять его за пастыря. Братья и сёстры, это греховно, это очень опасно. Более того, это фактически подготовка к тому, что будет во времена Антихриста, как мы и читаем. «И видел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агничим, и горел, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения так, что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которыми дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя горел и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Видите? И лжепророк будет совершать служение, чтобы угодить Антихристу. И один из способов – это служение образу Антихриста. Это фактически, можно сказать, некая говорящая икона или говорящая статуэтка, движущаяся статуэтка. Это не что иное, как некое действительно изобретение. Есть откровение, видение. Братья, которые видели, что многие будут поклоняться Антихристу через экран. То есть будут поставлены большие экраны в городах, и будет выступать Антихрист, и будут люди слушать его, и более того, фактически обожествлять. То есть с помощью экранов, с помощью, например, других каких-то изобретений, чтобы человек постепенно привыкал, привыкал слушать искусственный интеллект, образ, то есть ни человека, ни пастыря. Пастырь в тот момент, когда горит, он должен быть водимым Духом Божьим и гореть в Духе Святом. Даже одна и та же проповедь на одну и ту же, скажем так, тему, я уверен, что брат, исполненный Духом Святого, он будет на одном служении гореть на эту тему. Одна будет проповедь, на другом служении будет многое похоже, потому что тема та же, но всё-таки она будет иная. Суть та же, но по-другому немного построена, по-другому немножко будет высказываться пастырь или проповедник, братья и сёстры. Какие-то, может, другие примеры, может, какие-то другие немножко как бы более расширяющие главную суть мысли. Это живой человек, это храм. Каждый христианин — это храм, настоящий христианин, в котором живёт Дух Святой написано. Что такое искусственный интеллект? Это фактически, как мы читаем, образ, статуэтка, идол, которому нет Духа Божьего, или может вселиться Дух нечистый, или с помощью каких-то технических достижений искусственный интеллект. Говорить, ну точно, не Дух Божий — это очень опасно. Вот заради любопытства, заради того, чтобы как-то развлечь, сделать более интересное служение, на что идут пастыри церкви и не понимают, что это безбожье, просто безбожье. Поэтому берегитесь этого и поймите, чтобы нечто подобного и в вас в церквях не пытались внедрить. Сразу давайте этому бой, скажем так. Не допускайте этого. Это не служение Богу. Богу не нужно такое служение, Ему противно такое служение. Он избрал человека, Он поставил пастырем церкви, если пастырь, скажем так, на своем месте. И Он дал Духа Святого, чтобы служение было живое, чтобы было наполнено Духом Божьим, а не просто делать какой-то макет, ложь, какую-то видимость служения. Более того, как бы приучая человеку поклоняться к образу, то есть к неживому, еще раз говорю, это опасно. Берегитесь. И да поможет вам в этом наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Подписывайтесь на канал «Любящий истину», основной канал, и также на канал «Любящий истину-2», где тоже есть немалое количество полезных для вас проповедей. Аминь. 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 Субтитры делал DimaTorzok